Добрый день, друзья! Я Быстрая Оленя вновь с вами. Сегодня седьмого в 7 часов вечера открытие фестиваля российского кино 2. И вы увидите глазами Быстрого Оленя, что сегодня будет здесь. Красивые девушки, волонтеры за работой. Вообще, я очень люблю кино. И мне не люблю. Дежу культуру. Да. У меня специальность, моя специальность. Да. Нет, у нас такой специальность. Организация, я бы сказал, приятеля, наверное, да? Это одна из моих кино. Это вообще то, что я очень люблю. Я очень надеюсь, что нам дадут немного посмотреть фильмы. Что вы хотите пожелать торантовчанам? Торантовчанам? Такой же спокойной жизни. Побольше, побольше хороших фильмов. Иди, пожалуйста. На летней полянке, прекрасная музыка, друзья и гости фестиваля российского кино в Торонто. Президент фестиваля Валерий Коган. Вот уже три года как бы здесь, третий год. И мы растем. И я думаю, что вот здесь есть представители как бы фильмов индустрии Канады. И я думаю, что нас уже признали одним из достойных фестивалей в этом огромном фестивальном городе, который называется Торонто. 75 фестивалей. Один из самых крупных торонто-интернешнл фестивалей. И мы одни из вот этих. Не самые последние. Но факт, что мы имеем в виду этот фестиваль за третий год, конструктивный год, значит, что мы также также признаны через канадинский кинотехнический коммунист. И я могу видеть какие-то faces, которые поддерживают нас за эти три года. И просто представьте, что Торонто – это сериал 75 фестивалей. И факт, что Торонто – российский фестиваль здесь происходит, это очень важно для нас. И хотел сказать о том, что ничего бы не состоялось, если бы только группа энтузиастов, ну, как это, мечтателей, не понимающих, за что они взялись, вот мы, наверное, бы не существовали, не досуществовали до сегодняшнего дня. Мы только потому, что вот есть люди, которые пришли, которые в нас верят, которые знают, и, конечно, те, кто нам помогает. И сегодня мы услышим об этом больше. Я бы хотел сказать, это, конечно, и представители Скоша-банк, которые удержались и не отказались от нас в этом году. Им спасибо, но они сами скажут. И, конечно, я должен сказать о том, что этот вот необычный для нас статус как бы поднялся. Нас признали не только здесь, но еще и признали там, откуда мы привозим культуру российскую, в частности, кино. Этот фестиваль состоялся во многом благодаря тому, что мы это делаем с помощью России. Россия признала нас в Министерстве культуры в лице Павла Викторовича Черновалова. Главный директор, в общем. Фирмы «Еврофильм», это кинокомпания «Еврофильм», очень известная, снимает большое кино с большими актерами. И вот он сегодня представляет российскую сторону здесь. И теперь я хочу пригласить сюда экзекутор-продюсер о юморфильм-продукционной компании «Павла Чирновалов». Здравствуйте. Спасибо вам, что вы все пришли, кто участвует в этом празднике. Как уже здесь говорилось, фестиваль существует три года. Министерство культуры Российской Федерации оценило те усилия, которые по главе с Валерием Голомым, президентом кинофестиваля, предпринимались все это время, чтобы привозить сюда кино, лучшее кино, которое делается сегодня в России. И в этом году фестиваль получил поддержку, как я уже вам говорил, Министерство культуры. По предложению кинематографической общественности было предложено, и мы, так сказать, это предложение приняли, назвать фестиваль имени Сергея Эйзенштейна. И будем двигаться вперед для того, чтобы привозить лучшие фильмы, которые снимаются сегодня в России. Значит, в этом году будет вручен приз зрительских симпатий. Это «Бриллиантовый единорог». Единорог присутствует на гербер. Это тоже символично. Что бы вы хотели пожелать тренд-чанам сегодня и вообще на время проведения фестиваля? Процветание. Ходить в кино, смотреть российское кино, смотреть хорошее кино. Больше радостных встреч, общения. Наверное, и все. Эй, ге-гей, чистой народ, выкинь из моих пород. Заходите к нам скорее и не стойте у дверей. Здравствуйте, гости дорогие, малые и большие, лохматые и усатые, молодые и женатые, знаменитые актеры, продюсеры, режиссеры. Все приехали сюда. Наш поклон вам, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот под программа изрядная, веселая, незаурядная, разными радостями обидная. Народ собирается, фестиваль наш открывается. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, мы уже выяснили, что очень много красивых женщин. Главное впечатление совершенно. Это Ковчанка. Хорошая погода. Потому что нам сначала сказали, что будет дождь, и напугали, что у нас тут все будет на приятии на улице. Вторая часть, банкетная. А теперь выясняется, что погода хорошая, нам ничего не мешает получать удовольствие. Вот, а что ждут? Ну, может, еще пойдет. А что ждут? Главное, чтобы было много народа, и чтобы была хорошая атмосфера. Вот это я жду. Валерий Пендраковский. Режиссер фильма «Ушел и не вернулся». И цимбал. Режиссер документального фильма «Дневник из сожженного гетто». Женя, да. А у меня будет художественный. В воскресенье. Приходите, посмотрите. В 5 часов видео. Он один из самых молодых, и в то же время один из самых опытных. Дима. У него еще все впереди в кинематографе. У него есть несколько проектов, отмеченных даже в Берлине. Отмеченных в Берлине. И он приехал к нам не просто так, а поучить канадцев, как можно работать вместе с российскими кинематографистами. Одно из наших главных событий фестиваля практически круглый стол, дискуссия о совместном производстве. И у нас поэтому в качестве эксперта в этой области в международной лукопродукции вот Дмитрий Клипацкий. Представляю его. Ну, мне сложно, наверное, сейчас говорить, потому что я так понимаю, что круглый стол рассчитан больше на производителей кино, либо людей, которые интересуются производством кино. А кого бы вы хотели видеть? Канадские продюсеры, наверное, прежде всего, потому что я буду рассказывать про возможности по продукции с Россией. Соответственно, тема, которая больше должна интересовать их. Потому что российские знают, как работать. Здесь первый раз, но я жил в Америке 4 года, поэтому Торонто для меня несколько возвращений в прошлое. Я планирую посетить выставку Пикасса. Хочу просто походить по музеям, по городу вообще посмотреть, наполниться атмосферой города. Агния Дитковскиты, актриса, которая снялась в фирме Борис Годунов. Директор А. Алена Жукова. Это замечательные актрисы, удивительные красоты, как вы видите сами. Татьяна Лютаева. Привет, Тарковчан. И Агния Ветковский. Это ее дочь. Это Танина. Они представляют фильм «Варит Гудунов». И у нее потрясающе сыграла Мария Рутишин в этом фильме. Удивительный. А Татьяна сыграла хозяйку заверных. Ее там трудно узнать. А еще мы были на Ниагаре. И там мы проезжали мимо этого водопада. Когда мы подъезжали, мы уже практически зарядились. А уже когда подъехали на кораблике под водопад, мы вообще поняли, что жизнь прекрасна. И мы не зря здесь, потому что для нас это заряд мощной энергии на долгое-долгое время. Конечно, я приглашаю всех тарантовчан на этот прекрасный фестиваль, прекрасного российского кино. посмотреть эти потрясающие фильмы, которые представлены здесь. И, так сказать, вспомнить о том, что они не тарантовчане, а русские. Наши ангелы храните. Все, что вы видите в визуальном изображении на нашем экране, все наши логи, все наши афиши, все-все это вот этот человек. Это святой человек. Мы ее очень любим. Мы ее очень гордимся. Ребята, как настроение? Очень хорошо. Такая публика интересная. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляю с фестивалем, с открытием фестиваля русских фильмов. Желаю этому фестивалю процветания долгих успешных лет и чтобы с каждым годом все больше хороших российских фильмов появлялось. Спасибо. А я желаю, чтобы все хорошо провели время здесь сегодня. Хорошо. Ну и последующие фестивали. Поздравляю с фестивалем. Поздравляю с фестивалем. Все его дороги просветит. У нас как проводников российской культуры, и мы в общем-то где-то как кусочек какого-то маленького моста отношений между Канадой и Россией, в частности вот кино. Поэтому мы хотим сказать спасибо всем, кто нас поддержал, и, естественно, вам всем, кто приходит, нас поддерживает. Так, вам праздника большого, получайте удовольствие, программа у нас достойная, гости у нас знаменитые. Вам удачи всем. Спасибо за то, что вы получили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok